Сегодня мы готовим кабачковую пиццу, вернее две, а если быть точнее, то три, потому что пока я монтировала это видео, ребенок запросил еще третью кабачковую пиццу. Напомню, что вы смотрите видео на канале Готовь быстро, ешь вкусно и худей. С помощью своих рецептов я похудела на 12 килограммов за три месяца. Итак, для первой пиццы мне понадобится обжаренный фарш с луком. Пока фарш жарится, я натираю кабачки. Кабачки натираем на крупной терке и откидываем на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Поскольку я готовлю две пиццы, я разделила, мне два кабачка и разделила на две части. В каждую часть добавляю по два яйца. Дальше в первую не по пиццу я добавляю обычную пшеничную муку. Примерно 8 столовых ложек у меня ушло. Смотрите по консистенции. Вот, чтобы консистенция получалась именно такая, как на видео. Все. Плюс солим перцем, перчим, конечно. Во вторую пиццу я положила 6 ложек рисовой муки и 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Вот такая консистенция у меня получилась. Дальше берем разогретую сковородку и на нее выкладываем наше тесто. Накрываем крышкой и ставим на медленном огне. В это время готовим начинку для нашей пиццы. У меня это помидоры. Я их порезала вот такими колечками. Для одной пиццы я использую обычные помидоры, для второй черри. Вообще просто их порезала наполовинки. И для первой не пп пиццы я взяла колбасу. Колбасу порезала вот такими прям кусочками, поэтому у меня будет не совсем пицца, а можно сказать даже пирог. Пока готовила начинку, перевернула свое тесто и на него выкладываю уже саму начинку. Посыпала чуть сыром, потом помидоры, потом у меня колбаса, сверху кетчуп и дальше сыр. Чтобы подрумянить пиццу, я ее отправила в духовку. В принципе, можно ее подержать чуть дольше на сковородке и будет тоже нормально, если у вас нету духовки. Вторая пицца. Делаем все абсолютно то же самое, только сверху сыр, потом мой фарш, потом помидоры. Вот так выкладываем и засыпаем сыром. Тут, соответственно, нету кетчупа и нету колбасы. Вместо колбасы у нас фарш. Вот такая красота у нас. Это не пп пицца в духовке тем временем. Вот я ее уже вытянула. Вытянула и приятного аппетита. Можно дегустировать. Смотрится довольно внушительно. Но там у меня такие приличные куски колбасы. А вот моя пп пицца, которая полностью из полезных продуктов. Смотрится это вот так. Ну что, будем пробовать. Что же вкуснее, пп или не пп? Режем. Пицца режется хорошо. Тесто очень мягкое. Забегая наперед, скажу, что оно довольно нежное. Пицца получилась вкусная. Понравилась всем моим домочадцам. Но не зря же сейчас у меня в духовке подрумянивается третий вариант. Третья пицца за день. Так что вкусно попробуйте. Больше полезных вкусных рецептов у меня на канале. Подписывайтесь. И спасибо за ваши лайки.